Итак, уважаемые зрители, а также гости данного канала. С вами Алвара, и я рад вас вновь поприветствовать на продолжении нашей партии The Dome Reign. В конце предыдущей серии, к большому нашему сожалению, на тот свет отправился последний представитель рода Таргариенов по мужской линии — король Рейгар Таргариен, подло убитый заговорщиками, которые к тому же остались в тени, и не получат справедливой кары. Жаль, мы бы лично отправили их на тот свет вслед за Рейгаром. Однако что есть, то есть. Король Рейгар после себя оставил свою единственную дочь и наследницу, принцессу Рейну, которая по совместительству является и нашей правнучкой. Однако, так как принцесса молода, неопытна и попросту является женщиной, она не смогла унаследовать всем королевским. И в Королевской Гавани был назначен новый лорд-протектор Стефан Братеон, который будет временно править Вестеросом до тех пор, пока не соберет совет, на котором лорды и леди Вестероса будут избирать нового правителя. Среди кандидатов, я уверен, будет сам Стефан, будет наша правнучка и будет еще пара-тройка человек. Однако, что-то мне подсказывает, что Стефан эти выборы победит. В конце концов, он является самым влиятельным из кандидатов. И это, с одной стороны, плохо, поскольку Таргариеном сместят Железного Трона, а с другой стороны, это хорошо непосредственно для нас, поскольку мы присягали на верность драконам, а не оленям. Конечно, в жилах Стефана Братеона и течет кровь Таргариенов, но он все-таки Братеон. И ему мы, его потомкам, мы ничего не должны и ничем не обязаны. Это значит, наши руки развязаны. Что же до нашей правнички, принцессы Рейны? Я также вас, уважаемые зрители, попросил отписаться в комментариях, как нам лучше поступить. Либо же, женить Рейну матрелинейным, тем самым сохранив род Таргариенов и возведя их на Железный Трон. Либо же, заключить брак между Рейной и представителем нашей династии и тем самым окончательно породниться с Таргариенами и уже самим править Вестеросом, как наследником Дома Таргариенов. Разумеется, большинство из вас были за то, чтобы Таргариены жили и правили. Конечно, нашлись предложения насчет того, чтобы верно служить Братеонам или же устроить брак между нашей правнучкой и наследником Дома Братеонов, тем самым породнив Таргариенов с Братеонами окончательно, хоть они и так в достаточно близком родстве. Однако эти идейки я немного отметаю в сторону, потому что как я уже говорил, мы присягали на верность Таргариенов и в случае чего Братеоном я служить не намерен. Ну и также были предложения полностью истребить Дом Братеона. Такое предложение я тоже отвергаю, потому что истребление ради истребления это такое себе, честно говоря. Пока Братеоны не заслужили такой участи и будут жить. Возможно не процветать, но жить точно будут. В общем, в таком случае. Я сделал Рейну интересным персонажем, чтобы за ней наблюдать и в дальнейшем мы организуем ее матрилиненную помолвку. Сейчас же мы направляем наши войска в штормовые земли, чтобы помочь другой нашей внучке, именно леди Равенни, в ее внутренних войнах против одного из своих вассалов, которые хотят посадить на трон штормовых земель какого-то Ормунда. Возможно тоже Братеона, но не суть. Давайте-ка мы предлагаем присоединиться нам к этой войне. Наши войска направляем в штормовые земли, как я сказал. И сейчас войска наших вассалов мы распускать ни при каких обстоятельствах не должны. Как я посмотрю, Квайлан Грейджой предлагает себя выкупить, но мы оставляем его за решеткой. Пока живы Грейджойи, наша власть на Железных островах немного так… ненадежна. Близнецыские крестьяне восстали ведомые недовольным бывшим солдатам. Мятежники имеют наглость требовать независимости. Эмм… вы кто и где? Если вы близнецы, вы у Фреев, понятно. Проклятый изменник, ничего не скажешь. Однако это война Стефана, и он с ней должен расправляться. Далее наша внучка соглашается на нашу помощь, и да пусть хранит нас Бог. Действительно и. И что я погляжу. Стефан Баратеон, не успев зайти на Железный трон, уже совершает необдуманные поступки. Храбрый повелитель драконов Роджер. Благослови вас Бог. Мы решили немедленно отозвать ваш земельный титул, вотчина Хаммерхорн. Отказ добровольно передать его приведет к войне. Стефан, о чем ты думаешь? Ты лорд протектор, какого черта ты отзываешь наши титулы? Возможно я поспешил с тем, что Баратеоны должны жить. Возможно поспешил. Мы отклоняем это требование, и смотрим что произойдет. Да, начинается война. Лорд протектор Стефан потребовал от меня отдать мой титул, но я отказался, и теперь вынужден поднять восстание. К оружию? Черт подери. Так, стоять. Что происходит? Так, победа где-то, презренный Лаймонд Лефорт не ответил на мой призыв к оружию и принял сторону противника. Подлый негодяй, по другому не скажешь. Так, как я посмотрю, против нас восстал только правитель Золотого Зуба. А что до остальных, кто сражается в нашей стране? О, в нашей стране сражается большинство вассалов королевских земель, и к тому же на нашей стране выступает еще и верховный сектон пятнадцатый. Прекрасно, а на стороне Баратеонов? На стороне Баратеонов не выступил ни один из великих домов. Однако, наша внучка находится под предводительством Стефана. Это значит, она сейчас в достаточно таком непрочном положении. Ее могут в любой момент схватить и казнить, как представителя нашей династии. Это плохо. Ладно, теперь наши планы немного меняются, раз произошел такой сыр-бор. Оставляем наши войска в Королевской Гавани, раз они уже успели прийти. Под креплением мы подводим Королевской Гавани. Лично же мы армиями пока что не командуем, поскольку в наших землях сейчас свирепствует зимняя лихорадка. Я прав? Я прав. Зимняя лихорадка. Если мы откроем ворота, пускай даже и лично будем командовать армией, наши придворные попросту могут вымереть. А этого я не хочу. Поэтому пока что оставляем все как есть. Наших полководцев направляем в армию, осаждающую Королевскую Гавань. И готовимся к войне. Может быть затяжной, но я думаю не очень. На стороне Баратеона 30 тысяч бойцов, а на нашей стороне примерно столько же. Но стоит опять же учесть то, что наши войска сейчас опять же достаточно так в интересном положении. В основном нашу армию составляют вассалы, из которых поднято 28 тысяч человек. Однако, так как мы стали новыми лордами Трезубца, у нас небольшой избыток лимита вассалов, из-за этого мы можем поднять 0 бойцов. Так что, войска нам распускать не надо, иначе мы лишимся 90% своей армии. Поэтому действуем осторожно и аккуратно. В случае уж такой серьезной необходимости, мы конечно будем лично командовать армией, не обращая внимания ни на что и ни на кого. Стефан решает сразиться против нас, бой будет более-менее равный. И мы вроде как побеждаем, но нет. Начали резко проигрывать. И это для нас печально. А в это время, узница из дома Баратеонов, которая находится у нас, скажем в гостях, под домашним арестом, может стать либо же коварной, либо же честной. Леди Фрея, давайте-ка вы у нас будете честной, юная леди. Прекрасно. Замечательно. Наши вассалы сразу же после объявления войны требуют от нас компенсации. Это, черт возьми, ваш долг. Вы сражаетесь в нашей стороне, а мы вас защищаем в ответ. В общем, сражения в Королевской Гавани мы, к сожалению, проиграли. Как-никак, армии Баратеонов все-таки будут помассивнее. Поэтому, хорошо, хорошо, объединяем наши силы и поднимаем ворота. Надеюсь, никто такой серьезный и важный для нас не вымрет. Ставим полководцев, ставим нас, ставим сира Тайрона Храброго, который сражался за наш дом не один год и неплохо себя так показал, и ставим лорда Харлоу, железнорожденного, чтобы он командовал одним из наших флангов. И направляем наши войска, опять же, к Королевской Гавани. Будем в этот раз штурмовать ее уже при помощи Сил Драконов. И как я посмотрю, в эту войну вмешались еще и Тирлы. Ну да, на стороне Стефана Ароны, Мартеллы, Тирлы. В это же время наша внучка является де Юра частью Железного Трона и сражается против нас. И к тому же Север пока что находится в стороне, но вероятно в ближайшее время все-таки со стороной определиться в этом конфликте. Ладно, в любом случае Дракарис, штурмуем Королевскую Гавань и попытаемся взять в плен как можно большее количество баратеонов. Освобождаем всех узников, освободить и уберем баратеонов под домашний арест, разумеется. Взяли, прекрасно. Теперь наша жена, к сожалению, помирает, но помирает она от гриппа, а не от зимней лихорадки. Достаточно будет небольших закрытых похорон, денег мы сейчас тратить особо так не можем, у нас их и так не очень много. Выбираем попутно новую жену. Ага, прекрасные кандидатки. Богатый выбор, выберем позже. Теперь же попросту полностью занимаемся штурмами Королевской Гавани. Опять же баратеон, опять же Стефан, сидит у нас за решеткой и пускай он будет скромным, почему бы и нет. Нашу Дракошу мы отправляем на штурм, да, снова на штурм, Дракарис. И за этот штурм мы ничего особо так не получили, счет 58 в нашу пользу и нужно уничтожить основные силы баратеонов. Так прекрасно, сражение началось, Дракарис вперед, и армия баратеонов благополучно уничтожена. Милорд, я пишу, чтобы выразить свое возмущение по факту того, что сир Тайрон из Аркон командует вашей армией, когда это должен делать я. Хм-хм. Замечательно, Таллин. Одиннадцатый навык, двадцать шестой навык. По-моему, все очевидно. Сиди дальше в Риверане и не показывайся нам. До поры до времени. Семьдесят процентов. Прекрасно. Сир Бракс хочет, чтобы мы устроили его брак. И женись, на ком поживаешь, мой друг. Мы тебя в женщинах не ограничиваем. Победа. 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 Прекрасно. Возвращаемся в королевскую гавань. И ваши тюремщики добиваются удиенции. Все они покрыты кровью, и у нас попытался сбежать лорд Эдмин Второй Безжалостный из дома Бракен. Отправляется у нас он в темницу. Откуда он сбежать, я надеюсь, не сможет. Значит, вперед. Как я уже сказал в королевскую гавань, проштурмуем ее. Война в поддержку претендента Ормунда, цель которой штрафовые земли заканчивается. Вот значит как, да? Ваша внучка Равена сильно пострадала за борьбу против лорда протектора Стефана. Мы получили известие, что она была заперта в подземельях королевской гавани и подвергнута мучительным пыткам и допросам. Он об этом пожалеет. Я говорил Братон, то что ты избежишь наказания, то что дом Братонов будет жить. Я беру свои слова назад, Стефан. Дом Братонов будет уничтожен. Полностью. Нам ярость, звучит ваш девиз. Ну что ж, вы почувствуете на своей шкуре ярость Рейна. Ваш дом будет полностью уничтожен. Вы сами только что себе подписали смертный приговор. В таком случае, давайте-ка будем заканчивать эту войну. И где сейчас находится Стефан? Он находится на севере и осаждает земли Трезубца. Прекрасно. После того, как королевская гавань окончательно падет, мы будем охотиться исключительно за его армией. И будем пытаться поджарить его своим драконом. Если не получится, попросту отрубим его голову. Перед этим, отрубив голову всем его родственникам. У него на глазах. Месть Рейнов будет страшна, мой дорогой друг. Так, Талли, давайте-ка мы тебя будем шантажировать. Чтобы ты во фракция против нас никаких не состоял. 94% военный счет. И как я сказал, вперед, на север земли Трезубца. А тут Стефана слулет уже и простыл. Где ты находишься? Ты находишься теперь на юге. 37 тысяч храбрых бойцов. Талли принимает наши требования. Огонь. И давайте-ка вперед. Еще один, этот самый Стефан. Как я понимаю, наследник? Нет, не наследник. Просто родственник. Подрастает. Прекрасно. Становится дипломатом. Но это ему не поможет. Так, Баратеоны идут в бой. 36 тысяч. Против 20. Дракарис. Сжечь всех. Сожгли. Прекрасно. 100% военного счета. Стефан, конечно, в это сражение не пал. Но, тем не менее. Выдвигаем требования по миру. Мы будем править как лорд регент. Заставить Стефана отречься. Либо же он останется в королевской гавани. А я не понял. А где у нас кнопочка стать лично правителем? Мы получим должность Костеляна. Получим должность регента. Стефан же станет недееспособным. Так, а вообще, если так посмотреть, кто у нас является претендентом? Претендентом на титул лорда протектора является лорд Руман Маллистер. Прекрасно. В таком случае мы заставляем Стефана отречься. Новым лордом протектором становится лорд Руман Маллистер. Чего в принципе не то чтобы рад, но сойдет. Так, совет в ближайшее время. Да. Прекрасно. И теперь Стефан Баратео. Так, этими землями штормовым правит отныне наш кузен, который вряд ли уже сможет плодиться, но тем не менее в наследниках у него этот самый наш дорогой друг. В общем, Стефан, на свободе остался только твой сын и только твоя дочь. Твоя дочь находится у Мартелов. Твой сын правит королевской гавани. Пускай. Остальные же Баратеоны. Не считая твоей матери, которая принадлежит к дому Таргариен. Твоя дочь. Не обращай внимания на тиранию. Казнить. Будет обезглавлена. Твоя еще одна дочь. Не обращая внимания на тиранию. Будет обезглавлена. Далее. Твоя жена. Не из дома Баратеонов. Хорошо. Пускай живет. Кто-то у нас еще остался за решеткой из твоего дома. Давайте-ка заодно на это посмотрим. Тюрьма. Вот это твоя жена. Мы ее не трогаем. Твой родственничек. Тоже. Казнить. Умрет. Умрет. Прекрасно. И сколько осталось Баратеонов? Всего Баратеонов осталось четыре. Это лорд Харберт Баратеон. Это лорд Каспер Баратеон. Это принцесса Элизабет. Которая находится в браке с Мартеллами. Ее мы конечно попробуем достать. Надеюсь у нас это получится. И в общем сам Стефан. Мой дорогой друг. Изнать тебя на стену? Спасибо нет. Казнить. Страх увеличится. Баратеон умрет. Больше можем мы его скормить драконом? Нет не можем. Но можем скормить львам. А нет стоп. Дракону скормить можем. Прекрасно. Надеюсь Огненный Шторм неплохо так покушает. Скормили. Вы решили что Стефан Баратеон должен быть казнен за свои преступления. И что он станет обедан для вашего дракона. Огненный Шторм обдает жертву пламенем по вашему приказу. А затем поглощает обугленный труп. Лорд Стефан умер. Прекрасно. Скормлены нашему дракону. Теперь же всех живых представителей дома Баратеонов. Мы помечаем. Чтобы знать что у них происходит и где они находятся. Раз. Далее. 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 Немного неправильно поступило то что не пометил их сразу. Осталось 3. Раз. Два. И где то еще является. И где то еще находится один старик. Баратеон. Который сам я думаю в ближайшее время отправится на тот свет. В любом случае. Теперь же. Но лорд протектор предлагает нам быть мастером над оружием. И я на этом. Я с этим согласен. Направляем наши войска на родину. Что по заключению. Можем лорда Тираса Каростика заключить. Не хочу. Вот. Лорд. Хостер Таль. Ты то мне и нужен. Отправить за решетку. Ты поднимаешь восстание. Прекрасно. Направляемся в Риверан. И разграбим заодно и его. Война в королевстве утекает. А наша продолжается. Верховный лорд Роджер Рейн. Наследование титула Железный Трон. Было подвергнуто сомнению. И будет проведен Великий Совет. На котором определится новый правитель Вестероса. Так. Стефна Тирд уже нет. Но есть. Как я и говорил. Наша правнучка. Принцесса Рейна. Есть. Сын Стефана. Каспер Баратеон. И есть еще. Мать Стефана. Рейла Таргариен. И. Белонара Черная Жемчужина. Кровь Таргариенов течет. Хорошо. Является куртизанкой. Из Бравоса. Причем знаменитой куртизанкой. И к тому же. Обладает дочерью. Каким образом? Возможно в истории это как-то описано. Но я. Не знаю каким образом это получилось. В общем. Все лорды знать прибыли в столицу Сигард. Для Великого Совета. Главные кандидаты на трон. Земли Железный Трон. Высказали свое мнение. И были подробно. Обсуждены. Теперь все присутствующие. Выберут среди них. И мы разумеется голосуем за нашу правнучку. Один голос. И правителем становится. Каспер Баратеон. В общем как я и говорил. Баратеоны самые влиятельные. В связи с чем именно они и становятся правителями. Окей. Окей. Каспер получает множество артефактов. Которые ранее принадлежали Таргариенам. И их очень много. Прям очень. Все. Великий Совет Знатии Земли Железный Трон. Заключил. Что Каспер Баратеон. Будет поддержан как наследник титула королевства. Он был быстро коронован как король. В тронном зале. Перед всеми собравшимися. И что по голосам. Сорок три голоса за Рейлу Таргариен. Пять голосов за Белонару. Три голоса за принцессу Рейну. И пятьдесят голосов за короля Каспера Баратеона. Ну да. Баратеоны победили. Да будет его правление процветающим. И по возможности недолгим. Да здравствует его величество король Каспер из дома Баратеон. Первый этого имени. Король Андалов. Райнаров и первых людей. Правитель Семи Королевств. И защитник государства. Проклясть к чертям его имя. За поступки его предков. И снова. Снова проклинаем. Что я посмотрю. Мой дорогой друг Роджер Красный Лев. Отправляйтесь кого в путешествие. Посмотреть на мою коронацию. Значит ты нам предлагаешь. Хорошо. Отправимся. Лорд Каспер Железный Трон. Передал вассала. Известного как Лорд Руман Сигард. Его новому Сюзерену. Хорошо. Пускай. Тем не менее. Наши армии все еще направляем на Риверан. Предлагают нам Аарона заключить брак. Между Браксами. И представителями своей династии. Я согласен. Хорошо смеется тот кто смеется последним. Командующий Джон. Без тебя этот мир будет намного лучше. Это как я понимаю был Джон Бракс. Которого мы отправили на стену. Несколько лет назад. Можем выбрать нового соперника. Можем. Выкопать его череп. То бишь. Наш лорд. Роджер Красный Лев. Горять не всего на своем драконе. Отправиться на стену. Просто для того чтобы выкопать череп своего соперника. Ну или как вариант просто тело Джона отправят в западные земли обратно. Честно говоря. Не знаю как конкретно погребают братьев Ночного Дозора. Прошу прощения за мое невидение. В общем. Попытаемся выкопать череп. И вот верховный Септон 15 коронует короля Каспера из Дома Братеонов. Благочестие увеличивается. Новое восстание. Ну что командующий Джон. Как говорится. Держи врага еще ближе. Сказал я. Отделив его мертвую голову от тела. Я обернул ее в кусок ткани. Положил свою сумку. И скрылся с места преступления. Вы. Видели бы вы свое лицо Джон. И в общем в нашей сокровищнице появляется. Ничто иное как череп. Командующего Джона Бракса. Что дает нам пять сотых престижа. Не так уж и много. Но в принципе сойдет. И в принципе сгодится. И вот собственно коронация. Король Каспер преклоняет к коленям. И только Верховный Септон 15 возвышается перед ним. Множество его лордов и рыцарей окружают их в полной тишине. Его святейшество. Верховный Септон благословляет его перед тем, как Каспер получает корону. И провозглашает, что отныне он король андалов, райнаров и первых людей. Лорд семи королевств и защитник государства. Долгих лет к королю. Да будет проклято его имя. Произносим мы шепотом. Модификатор путешествий закончен. Отлично. И наши армии почти подошли к Риверану. Лорды государства Железный Трон одобрили принятие закона смещения в сторону налоговых обязательств. Пускай. Мы же снова становимся командующим армией. Давайте-ка мы проштурмуем Риверан при помощи нашего дракончика. Так. Тюрьма. Пускай закроется. Дракарис. Вперед. Риверан взят штурмом. Счет 75%. А вот что касается оставшихся у нас родственников Баратуонов. Принцессу Рейлу. Мы отпускаем. И жену Стефана Баратуона мы также отпустим на волю. Почему бы и нет. Казнить, выпустить из тюрьмы. Просто отпускаем. С ними мы не воюем. Из-за перепадов моего настроения, от благодушия к гневу, мои придворные стали опасаться меня чуть больше. Чуть больше. Черт подери. Теряем 75 престижа. Как же это много. Так. Вперед. Дальше. Заталия. 78%. Опять же. Огненный шторм. Вперед на штурм. Дракарис. И штурмуем еще и эту крепость. 88%. Осталось две провинции, которые мы тоже благополучно штурманем. Снова предлагают нам сместить Сира Тайрона Храброго? Нет. Он будет нашим полководцем до конца его жизни. Предлагают нам стать верховным адмиралом? Конечно. Почему бы и нет. К тому же Талли тоже хотят мира. В гармонии мы сдаемся на следующих условиях. Прекрасно. Выдвигаем требования. Лорд Хостер Талли теперь у нас за решеткой. И так как мы являемся его наследником, мы благополучно изгоняем его на стену. Получаем все его титулы и смотрим на нашего родственника. А именно... Не смотрим на нашего родственника. Наш племянник. Сир Виктор Рейн, которому я планировал пожаловать титулу Лорда Трезубца, отправляется на тот свет. И умирает он от этой проклятой зимней лихорадки. Однако я в этом не замешан, потому что он является независимым лордом. А это значит то, что... Он сам у себя находился в изоляции и сам спокойно отправился на тот свет. В таком случае у нас есть сын, у нас есть внук и у нас есть еще один внук. Тайваль Трейн. Конечно, ему жаловать данный титул немного опасно. Как-никак ему всего-то один год. И он может его попросту не удержать. С другой же стороны, я не хочу жаловать этот титул нашему сыну и нашему внуку, так как они являются наследниками и в случае чего их могут попросту лишить жизни. К тому же наш внук еще и заболел гонореей. Как все для нас складывается интересно. Ладно, в любом случае давайте-ка мы рискнем. Басавов излишнее количество держать я не хочу. Пожаловать нашему внуку очередному владения Риверан. И заодно пожаловать тебе, мой дорогой внучок, в королевство Трезубец. Включая все низшие титулы. Ты становишься новым лордом, твоим наследником становится наш сын. Прекрасно. Давайте сразу с тобой заключим альянс. И смотрим к тому же еще и на нашего кузена. Его наследником является Маллистер. Каким образом? А кто бы знал. Тем не менее... А стоп. Стоп. Да-да-да, Маллистер. Тем не менее, тем не менее, тем не менее. Давайте-ка мы альянс заключить не можем. Потому что не заключили никаких более-менее стабильных династических связей. Ладно, хорошо. Штурмовые земли мы, вероятнее всего, все-таки потеряем из-за баратеонов. Но что есть, то есть. Теперь же. В свободное место для тайного советника. Назначаем нашего вассала на эту должность. И пускай он что делает? Пускай он раскрывает заговор. Попутно мы ему можем пожаловать занатный титул. Потратим на это деньжат. И попросту пошлем ему подарок, чтобы он нас не особо так не любил. По лимиту войск все хорошо. Просто их распускаем. Флот также распускаем, пока он нам более не нужен. Еще одно место в совете для жреца. Назначаем Септона Тайвила. Пускай он служит нам. По совету меня, в принципе, сейчас все устраивает. Только вот наш правитель не в браке. Есть подходящие кандидатуры. Желательно с хорошими характеристиками. Есть. Северянка. Тоже принявшая целебат, но мы сами-то занимались тем же самым. Поэтому брак нематрилинейный. Отправить. Замечательно. Теперь же. Окей. Начинается война. Окей. И ваш дракон Огненный Шторм Хищный Змерь. Она регулярно летает над землями Костомеры и поедает скот простых христиан. В последние месяцы, протестуя против разорения, сотни христиан добиваются встречи с вами. Их недовольство растет с каждым днем. Мы можем предложить компенсацию, ведь из того нет. Либо же можем сказать то, что она дракон. Чего они и ожидали. Скажем им именно это. Полтора процента риск восстаний. Такое себе. Справимся. Ага. Лорды государства Железный Трон одобрили принятие закона средний авторитет религии. Верховный лорд Роджер проголосовал за принятие закона средний авторитет религии в качестве ответа услуги, которую верховный лорд Рикард с него потребовал. Понятно. Восстановление святого воинства. У Веры Семерых Верховного Септона исторически существовало два боевых ордена, известные как Святое Воинство, призванное защищать Веру. Сыны воина состояли из фанатичных рыцарей. Многие происходили из благородных семей, которые поклялись бороться с врагами Веры. Состав честных бедняков был более скромным и состоял из простых людей и женщин. Эти легковооруженные пехотинцы защищали паломников Вестероса во время своих путешествий. Сейчас Верховный Септон приобрел достаточно авторитета, чтобы восстановить Святое Воинство. Благородные рыцари истекаются к сынам воина, крестьяне сотни присоединяются к честным беднякам. Вера становится силой, с которой нельзя не считаться. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Мой дорогой друг Каспер Баратеон. Ты хоть понимаешь, что сейчас сделал? Ты хоть понимаешь, какую сейчас проблему Се ты создал? Видно, не понимаешь, но тем не менее... Ладно. Святое Воинство восстановлено. И в дальнейшем они будут выступать не как ордена, насколько я мог предполагать, а они будут являться обычными наёмниками, которых может нанимать каждый, кто захочет. Разумеется, просто честные бедняки. Десять тысяч лёгкой пехоты! Это такое пушечное мясо, вы себе не представляете. А вот сыны Воина? Почти две тысячи тяжёлой кавалерии. Вот это уже более серьёзная сила, с которой предстоит нам считаться. Но тем не менее, что есть, то есть. Так, теперь мы перестали командовать армией и как можно быстрее закрываем ворота, а то я как-то не тем начал задумываться. Так, дорогой кузен, желаю вам жить в гармонии и процветании. Мы будем рады, если вы поддержите наш заговор целью изготовить претензии на замок Дрожащий лес. Разумеется, кузены я вас поддерживаю. Теперь же, смотрим на баратеонов. Что у них по военным силам? 52 тысячи бойцов и отвратные отношения из-за требований мести. Что у нас по тирании? Тирания всего-то на минус 15. Я думал то, что она возрастёт побольше. Учитывая, сколько баратеонов мы отправили на тот свет. Давайте-ка мы сделаем следующее. Начнём фракцию. И можем же сразу начать фракцию в поддержку принцессы Рейны, как истинной правительницей Вестероса. Но делать я этого сейчас не хочу. И попросту объясню почему. Отца Рейны, короля Рейкара, убили заговором. Деда Рейны, короля Эриса, убили заговором. Ну, про прадеда молчу, он погиб в темнице, но тем не менее. Пока Рейна молода и не имеет наследников, любой заговорщик может попросту прервать род Таргаринов. Поэтому сейчас я её сажать на железный трон не хочу. Только после того, как у неё появятся наследники, уже можно будет об этом задуматься. А пока что, мы выбираем следующее действие. Свержение монархии не хотим, власть не хотим. Свержение правителя, короля Каспера. Посмотрим, кто нас будет поддерживать в этом нашем великом деле. Никто нас пока что не хочет поддерживать, но пускай фракция какое-то время ещё будет существовать. По нашим заключённым. Мы можем посадить за решётку железнорождённого. Свифта. Марбранда. Лефорда. Нашего сына опять же. Гудбразера. Ну и в общем-то всё. Давайте-ка мы сейчас сделаем следующим образом. Пока что никого за решётку сажать не будем, а попросту подождём. Наши родственники, наш внук конкретно, пока что справляются со своими проблемами. И как я посмотрю, по вассалам у него отношения в большинстве своём, ну, нейтральные, скажем так. Некоторые более лучшего мнения, некоторые мнения похуже. Тем не менее, союз с ним у нас заключен, в случае чего мы сможем его поддержать. Дипломатия творит чудеса, Исир Колин. Плевать. Нас это не особо интересует. Так, вознаградим нашего верного слугу, сира Тайрона Храброго. И что я посмотрю? Превосходнейший верховный лорд Роджер. Благослови вас Бог. Я знаю ваше участие в заговоре и просим перестать в нём участвовать. Нет. На такое я пойти не согласен. Наш... Наш кузен уже заключил брак. Конечно, могли бы мы его опередить и сами предложить его в подходящую кандидатуру для брака. Но не заключил, не заключил. Не суть. Сейчас... Сейчас... Сколько нам лет? 70. Болеем раком всё ещё. И исцеление на нас пока что действует. До 83-го года. То бишь два года мы ещё более-менее сможем жить и процветать. Ещё нужно было бы сделать изначально лорда Кираса Коростика интересным персонажем, чтобы наблюдать за тем, что у него происходит. И теперь список наших интересных персонажей пополнился. Здесь Баратеоны, Коростик, Каспер непосредственно, наша внучка, ну и два более мелких лорда, которых я сделал интересными персонажами. Прекрасно. Окей. Что у нас по фракции? По фракции всё ещё никто не хочет в ней участвовать. А могу ли я сейчас потребовать уже отречения? Да. Могу. И так как у Каспера Баратеона нету подходящих наследников, то вероятнее всего будет снова создан Совет. Угу. А может быть стоит создать какую-нибудь другую фракцию? Ну-ка. Выборность не хочу, старшинство не хочу, сепаратисты тоже не хочу. Свержением монархии у нас будет возможность сделать Железный Трон Республикой. Это нам тоже не особо так прилищает. И власть советую я давать тоже особо таким желанием не горю. В общем остается только либо сепаратизм, либо же свержение нынешнего правителя. Насколько я помню, если будет такая ситуация, у нас будет возможность стать самим лордом протектором и самим провести выборы нового правителя Вестероса. Однако напрямую так серьезно повлиять на голосование мы не сможем. Хотя с другой стороны, мы опять же сможем провернуть следующее действие. А именно, а именно, стать новым королем Вестероса в обход голосования. А почему бы и нет? В дальнейшем уже все будет в наших руках, мы сможем действовать так, как нам заблагорассудится, и Таргарины будут при нашем дворе. В дальнейшем же мы сможем сделать следующий финт ушами. Наше владение в Кастомеры. Пожаловать какого-нибудь из старых сыновей, чтобы род Рейнов сохранился в западных землях. А нашего наследника, матрилинейным браком, связать с каким-либо из потомков принцессы Рейны. Или непосредственно с самой Рейной. А почему бы и нет? Мне эта идея нравится, так что давайте-ка мы сделаем следующее. Конечно, за время я немного выбьюсь, но ладно. Сделаю одну серию подлиннее, и заодно посмотрю, как вы на это отреагируете, уважаемые зрители. Потребовать, чтобы король Каспер отрекся от престола. И вероятнее всего, Каспер сейчас поднимет восстание. Мы же сразу же собираем войска. Пускай они будут у нас собираться не в флот, армии, не в Кастомеры, а в провинции Пейнхол. Давайте собираем, хотя стоп, вторая в пайке, пускай будет точка сбора и флот. Собирать тоже в пайке, все. Теперь точно собираем все наши войска и ждем решения. Пускай находится за решеткой, нас предлагают сделать полководцем. Ну и что я посмотрю? Вам не удастся меня шантажировать. Не важно, как много продажных душ вы сумели заманить на свою сторону. Без боя вы не получите ничего. Да я лучше умру, защищая принадлежащее мне по праву. Подпись, король Каспер, железный трон. Что ж, да будет война, ваше величество. Да будет война. Я надеюсь то, что штормовые земли и трезубец, так как это наши родственники правят там, будут сражаться за нас. Да, трезубец мы сразу же призываем и можем уже все. Больше никого призывать не можем. Собираем войска. Трезубец в нашей стороне. Превосходно. На нашей стороне Андалас. На нашей стороне Старки. На нашей стороне штормовые земли. Ну и в общем то неплохо. Долина сражается на стороне баратвонов только потому, что они до юра их земля. Доран тоже поддержал баратвонов, поскольку… Кто там находится в браке? Поскольку принц Оберен находится в браке с представительницей данного дома, а мартеллы поддержали именно баратвонов. В общем, не суть. Ладно, собираем войска и сразу же на королевскую гавань. Лорд Томас Семеручев решил выступить против меня в войне против противника известного как король Каспер Баратлон. Пускай мы его тоже сокрушим. На Железных Островах войска собираются. Сразу же основные силы переправим. В провинцию Тарбекхалл Кастамеры. Кастамеры перестает страдать от болезни. Прекрасно. Новые не начинаются? Нет. Зимняя лихорадка заканчивается. Огонь. В таком случае давайте-ка мы откроем ворота. Всё. И давайте-ка мы лично будем командовать армией. На один фланг. На центр ставим нас. На левый фланг ставим Тайрона. И на правый фланг поставим кого-нибудь из Железнорождённых. А по полководцам вообще. Грэджуев я выкупать не собираюсь. Железнорождённый. Представитель западных земель. И представитель западных земель. Прекрасно. Давайте-ка мы сделаем вот так. Так. Всё. Полководцы расставлены. 5000 уже собралось. Ждём пока прибудут оставшиеся силы. И счёт уже 17% в нашу пользу. Прекрасно. Простор же вообще находится в стороне. Потому что защищается в войне леди Джи. Леди Дженна претензии на простор. А она вообще в обычном... Что простите меня? А, это получается номинальный титул. Да, номинальный титул. Всё, тогда всё нормально. Если она победит, то вероятнее всего её потомки будут принадлежать к дому Латис. И дом Латис уже будет править простором. Хотя... Нет, я поспешил. Гонорея. Не будут править представители дома Латис. И к тому же верящие в бога Ларата в просторе. Ладно. Не суть. Это нас сейчас не особо интересует. Наши армии собрались. И вперёд на королевскую гавань. Вновь. В какой уже раз. У Каспера Баратуона сейчас всего-то в армии находится 14 тысяч бойцов. И мы с лёгкостью сможем их разгромить. Дракарис, разумеется. Штурмуем всё, штурмуем всех. И огненный штурм стал раненой. Там шанс был по-моему 1% или 2%. Мы везучи. Мы везучи. В любом случае. Королевская гавань пала. Освобождаем всех заключенных. И кого я посмотрю. Так. Мать. Бабушка. Парочка ещё других представителей династии. В общем. Всех берём под домашний арест. Не заключение. И кроме этого. Король Каспер был в браке с Тиреллами. Так что Тиреллы возможно если у них война закончится. Она очень возможно быстро закончится. Просто поддержит Железный Трон. Но уже поддержка Тиреллов никаким образом Баратеонам не поможет. Прекрасно. Прекрасно. 77%. Продолжаем штурмовать. Ваш знаменосец был взят в плен. Хорошо. Мы его потом освободим. Обещаю. Темные силы не дремлют. Милорд во время расследования слуха по заговоре в Костомерене. Для меня напали вооружённые головорезы. Остался жив? Прекрасно. И то спасибо. И то замечательно. 78%. 82%. 98%. Пусть остаются там где они сейчас. Роджер Рейн. Я считаю справедливой вашу просьбу помочь в борьбе против Железного Трона. Это кто? Это Кузина. Правящая штормовыми землями. Так. В общем. Как бы сформулировать эту мысль? Наследование земель лордов, которые де-юре являются королевствами, проходит точно так же, как наследование земель лордов, которые де-юре являются герцогствами. То бишь, если наша династия закрепилась в тех же самых штормовых землях или в землях Трезубца, в случае, если прямых наследников не останется, будет вариант то, что к власти придёт представитель нашей династии, пускай и не прямой наследник. А для нас это хорошие новости. Конечно, верховная леди Елена и является уже старой женщиной, тем не менее, я думаю, что наследником всё равно являемся мы. В общем, прекрасно, штормовые земли всё-таки останутся за Рейнами. Огонь на штурм. Счёт 95%. 100%. Прекрасно. Выдвигаем требования по миру. И смотрим, что у нас теперь есть. Окей. Каспер Братон был принужден вами и теперь у вас есть выбор. Железный трон. Что с этим делать? Будем править как регент, либо же созываем Великий Совет в столице Королевской Гавни. Разумеется, созываем Великий Совет и уже будем разруливать всё в следующей серии. Наша главная цель выполнена и напоследок сделаем одно но. Так, получаем все сокровищницы. Каспер. Братоны должны быть мертвыми. Это лично. До встречи на том свете. Тоже скромить дракона. Огненный шторм давно не кушал. Прекрасно, 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 прекрасно. Получаем кучу различных реликвий от этого Братона. Ну и в живых остается только последняя представительница Дома Братонов, которая сейчас в браке с Оберином Морталом. Братоны будут истреблены. Они сами выбрали себе такую судьбу. В общем, уважаемые зрители, предлагаю на этой ноте данную серию закончить. Сейчас мы являемся, по сути дела, лордом протектором, опять же, Железного Трона. И мы будем решать, как нам поступать в дальнейшем. Совет, как я уже говорил, проводить не особо горю желанием, потому что, вероятнее всего, опять выберут кого-то не того, и напрямую мы повлиять на выборы не сможем. Так что мы будем становиться королем Вестероса, чтобы в дальнейшем передать его Таргарин. Хотя, с другой стороны, мне вспомнилась еще парочка комментариев, которые предлагали создать Новую Валерию. А почему бы нам не сделать такой ход конем? Конкретнее, мы завоевываем земли в Эсосе. Достаточно количества земель для того, чтобы создать Новую Валерию. Затем мы отзываем несколько титулов в Новую Валерию и садим туда Таргариенов. И в дальнейшем Таргариенам жалуем Империю Новую Валерию, тем самым мы вернем Таргариенов на родину, даровав им просто огромный кусок Эсоса в качестве их личной вотчины. А Железный Трон будет оставлен за домом Рейнов. В принципе, идея интересная, но над ней я еще опять же подумаю. Возможно, так конкретно заморачиваться не буду, ну а вообще? Но вообще-то такая неплохая идея. Тем более, это отличная идея для окончания партии. Скажем так, Рейны станут правителями Вестероса, а Таргариены будут править Возрожденной Валерией, которую им щедро пожаловали Рейны из Кастамеры. Что же, идея неплохая, буду думать. Ну а на этой ноте все. Я с вами, уважаемые зрители, прощаюсь и до встречи в следующих сериях. До свидания.